Сегодня я иду на работу как на праздник. Праздник жизни, здоровья и красоты. Возможно, я внесу свой вклад в нечто великое, что принесет здоровье и избавит от страданий в миллионы. Республиканское унитарное предприятие Белмедпрепараты крупнейшее предприятие, родоначальник фармацевтической промышленности Беларуси. С 1929 года производит лекарственные средства, заботится о самых важных ценностях, здоровье и жизни человека. Более трех тысяч сотрудников ежедневно вносят свой вклад в достижение этой гуманной цели. Белмедпрепараты занимают ведущие позиции в белорусской фармацевтической отрасли и планомерно расширяет свое присутствие на рынках стран СНГ. Что ж, пора приступить к благородному делу. Здравствуйте. Проходите. Замечательно. Одеваем масочку. Так. Какая красивая девочка. Здесь, чтобы попасть в цеха, нужно переодеться в специальную технологическую одежду, смыть всю косметику, вымыть и обработать руки. Вот такого поворота я точно не ожидала. Но делать было нечего. Пришлось следовать установленным правилам. Впереди меня ожидала чистая зона, где ни в коем случае нельзя махать руками, громко говорить, делать резкие движения, во избежание негативного воздействия на лекарственные препараты. Ну все. Готово. А нет, еще не все. Осталось убрать волосы, снять украшения и можно отправляться переодеваться. После всех процедур мы попадаем в чистый коридор, где постоянно поддерживается температура от 20 до 25 градусов Цельсия и относительная влажность от 10 до 60%. Итак, мы наконец попали в экспериментально-производственный цех. Расскажите, для чего эта машина? Данное оборудование предназначено для приготовления таблеточной массы. То есть в предкамеру загружается субстанция-испомогательное вещество, после чего передается в основную камеру, где производится непосредственно таблеточная и капсулная масса. Смешивание компонентов, увлажнение и грануляция осуществляется в высокоскоростном смесителе. Для этого аппаратчик производит загрузку компонентов в смеситель, после чего на пульте управления запускают рецепт в соответствии с программой производства. Все. Заработал. Основные параметры работы оборудования поддерживаются и отслеживаются установкой автоматически. Производственное оборудование позволяет защитить препарат от прямого контакта с человеком. Специалист-аппаратчик проводит все манипуляции только с помощью встроенных перчаток. Да, данная машина полностью середина, прямого контакта с препаратом категорически не выявляется. По окончанию программы специалист-аппаратчик осуществляет выгрузку гранулята в корзину сушилки до нужного значения остаточной влаги в массе. Дальше, после получения положительного заключения отдела контроля качества, масса передается с помощью передвижных бинов в помещение для получения таблеток. Это порошок, получается, для... Это таблеточная масса для прессования таблетки. Сейчас данная машина – это пресс, таблет-пресс. Бин с помощью подъемной колонны устанавливается на загрузочный бункер таблеточного пресса, встроенного в изолятор таблетирования. На пульте управления запускается процесс превращения порошка в таблетку. После получения разрешения отдела контроля качества, таблетки передаются на стадию фасования. В изоляторе на блистерной машине таблетки укладываются в ячейковые упаковки, спаиваются с алюминиевой фольгой, наносят номер серии и срок годности. Оказывается, мы сегодня создавали особенное лекарственное средство. Это лекарственное средство, которое имеет отношение к противоопухолевым, но тем не менее, это лечение одного из тяжелых заболеваний, таких как, например, эмартоидная артрита. Серьезно, занимаемся хорошим делом. Машина перемешивала таблетки так быстро, что у меня невольно возник вопрос – а если таблетка раздробится? Тогда ее забракует вот эта часть, и некачественная таблетка никогда не попадет в готовую продукцию. Здесь оборудование соответствует последним современным требованиям. Контроль выпуска гарантирует безопасность, эффективность и качество производимых лекарственных средств. Аппарат проверяет упаковку, укладку и отбраковывает некачественные блистеры. И по дорожке жизни уже готовое лекарство убегает на фасовку в соседнее помещение. Вообще, это чудо, серьезно. Мы сами жизни таким образом, да? Далее блистеры передаются по конвейеру в помещение вторичной упаковки на картонирующую машину. Вот сюда готовое лекарство приходит для того, чтобы спрятаться в большую коробочку. Вот здесь, на автоматизированном варианте, уложены коробочки. Вот тут они загибают правильное количество. Туда вкладывается инструкция. Вкладывается инструкция и уже потихонечку закрывается сама коробочка. А вот здесь можно попробовать упаковать здоровье. Индивидуальные картонные пачки с блистерами укладчик-упаковщик помещает в ящик из гофрокартона, оклеивает скотчем. На ящик наклеивает этикетку, которая содержит информацию. Наименование препарата, номер серии, срок годности, дозировка и адрес производства. После формирования серии она транспортируется на карантинное хранение до получения разрешения на отгрузку. Ну, радует одно, что благодаря таким вот веществам, которые мы сегодня создаем, мы спасаемся этой жизнью. Вот они, технологии на службе здоровья. Да. Каждый из нас хочет жить, наслаждаться каждым днем, быть счастливым и здоровым. Но, к сожалению, не всем это удается. И кто-то сражается с болезнью, мужественно преодолевая все страдания и ежедневно борется со смертью. Специалисты предприятия БелМедпрепараты дарят многим миллионам эту уникальную возможность – жить и быть здоровыми. Всем тем, кому повезло больше, не забывайте о том, что самое ценное – это здоровье и как важно беречь его и поддерживать.